За год задолженность населения перед ГУПТЭК выросла на 25%. Как бороться с неплательщиками? За круглым столом обсудили поставщики и управляющие компании. Перевести дома на прямые платежи. С таким предложением поставщики тепла выступили перед собравшимися коммунальщиками и представителями районных администраций. Идея не нова, но в Карелии без посредников оплачивается 84% счетов за отопление. В Петербурге только два. В частности, с июня отдельную квитанцию от ГУПТЭК получают экспериментальные 100 домов. Местные власти не слишком довольны, но по данным поставщиков, ТСЖ и ЖСК платят исправнее, чем жилкомсервисы. В среднем по городу удается собрать 96% платежей. Чтобы получить оставшиеся четыре, теплоснабжающие организации предлагают активнее взыскивать долги с населением. В настоящее время исполнительных листов, полученных на потребителей Санкт-Петербурга, у нас уже более полутора миллиардов. Более двух миллиардов находится на рассмотрении в арбитражном суде. В конце этого года, либо в начале следующего, исполнительных листов уже будет более четырех миллиардов рублей. Всего на сентябрь этого года дебиторская задолженность перед тремя основными теплоснабжающими предприятиями Петербурга составила более 14 миллиардов рублей.